Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины, вы ему дважды в таком же ключе передали это все сегодня ночью до операции. Он попросился на разговор, я ему говорю, говорите с ним, вы ему предложили, от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, генштабом России, для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил? Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, он даже не позвонил Москву. Слушайте, ну были же случаи в истории, когда Хрущев, Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну, а здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец. Усилена государственная граница Украины. Как усилена? Вместо двух в наряде человек пять. Пулеметчик, автоматчик, гранатомерчик, что не свойственно пограничникам, и два с собакой, инструктор собаки, старший нарядок. Вместо двух пять. Я говорю, хорошо, наблюдаю, будем смотреть дальше. Вечером поздно звонит мне Александр Григорьевич, на границе с украинской стороны никого нету, как нету. Граница ж усилена. Нет? Разбежались. Кого там было атаковать? К моменту начала операции с той стороны не было пограничников. И вот эти фейки они вбрасывают. Я только не понимаю, зачем им в этой ситуации еще обострять с Белоруссией отношения. Понимаете, вот все вот эти факты, которые скрыты от СМИ, я вот высвечиваю, говорят о том, что они, наверное, хотели этого конфликта. Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали, даже после признания независимости этих республик. Ну, остановитесь. Остановитесь. С кем вы собрались воевать? Ядерная держава мощнейшая. И потом, хорошо, ну зачем вам это? Не надо. Нет, все равно. Бьют, стреляют и так далее. Почему? Вы думаете, они не понимают, что они не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос. А почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Вот получили ответ. Если уж откровенно говорить, все, что происходило. Поэтому, та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно, откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, генеральным штабом России, скорее всего, я же только это из СМИ знаю, задействована в этой операции. Еще раз говорю, устами нашего министра обороны, их министра обороны, в 2 часа 30 минут, точно время называю. Я 2.15 позвонил, 2.30 вы с ним должны были говорить около этого времени. В 2.30 им было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны. А теперь пусть разбираются, кто их к этому толкал. Хотя тут несложно разобраться. Но самое главное для нас, мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России, они будут. Самое главное, по периметру нашей границы в Польше и странах Балтии стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Я не хочу сейчас искать эту докладную, которую только что мне госсекретарь передал. По цифрам до танка, до БМП мы видим, куда тысячи стягиваются солдат и офицеров. А теперь возвращаю вас к моему заявлению на торжественном собрании. Наверное, вы так глубоко и не вникли в некоторые вещи, которые я сказал. Помните, когда я сказал, ребята, мы не позволим вам, мерзавцам, стрелять в спину русских людей? Уже тогда я получал первичную информацию о том, что с Польши и Литвы там создается группировки для того, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, они на этот случай разрабатывают, как произошло, ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем, и ударить в спину российской группировки. Вот тогда я их предупредил. Мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей. Вот в чем смысл этот. И вчера поздно вечером, почему вы все и не спали, я вас мобилизовал. Я поручил вам разработать ответные меры на случай, если захочется осуществить этот маневр. Вот карта передо мной, которая выработана Генштабом за ночь. Тоже откровенно вам говорю. Поэтому, разговаривая с Путиным утром, я обозначил это. Я говорю, мы видим это направление, мы хорошо понимаем, что там происходит. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно они получили нож в спину. Но при этом я могу, у нас есть совместная группировка. Часть ее, понятно, основа белорусской армии, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я попрошу, говорю ему, не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет. Ответ. Я тебе обещаю и клянусь, что дословно любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси, это будет означать, что они атакуют Россию. Я хочу, чтобы они это все понимали и слышали, и не врали, и фейки не вбрасывали. В сложившейся ситуации нам необходимо незамедлительно определить меры по обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. При этом хочу заметить, никакой чрезвычайщины, ничего абсолютно не произошло. На южных границах, сколько у нас сейчас выведено для прикрытия 5 батальонно-тактических групп? 5 батальонно-тактических групп, точно. 5 батальонно-тактических групп сил специальных операций, вооруженных до зубов. Они выведены сегодня ночью, вчера вечером и дежурят по всему периметру границы. Все пограничные войска несут службу в усиленном режиме, как вам было поручено. Это мы закрыли всю границу. Сейчас нам надо подумать направление наиболее опасное. Это западное направление. Ничего на юге в ближайшее время не случится. А если и случится, у нас достаточно там сил и средств. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов. В том числе те бандиты и беглые наши, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа. Но 5 батальонных-тактических групп, его пограничные наряды, плюс маневренные группы, которые там сосредоточены пограничными, это даже излишне для южных границ. Поэтому наша задача сейчас определить защиту государственной границы с НАТО. Польша и Литва. Задача была поставлена, чтобы вы видели все. Чтобы мы не упустили ни одного танка, ни одного солдата. Мы должны видеть все, что происходит там в Польше. Им сейчас эта войнушка, ой, как нужна для того, чтобы показать населению, что все эти трудности, скажу так, им нужна войнушка для того, чтобы перечеркнуть непопулярность этого ПИСа там, или как она, партия-то называется в Польше, и этого Дуду обезумевшего. Им это очень к месту было бы. Но еще раз говорю, никакой паники, никакой, абсолютно, все мероприятия, которые запланированы, проводим, и спортивные, и общественно-политические, все мероприятия, никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении, но мы планы, их видим и знаем. Задача военных сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным, и мы это сделаем. Мы уже начали это делать. Правительство, губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и оперативное решение всех жизненных вопросов граждан. Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция, там еще ракетами и прочее стреляют и то по нефтебазах, то по инфраструктуре военной, по боеприпасам и складам. Там якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции единственный выстрел и погибнет хоть один человек там. Это начнется война. Полномасштабная война, поэтому это нельзя допустить. Вот я посмотрел позицию Китая на утро. Китайцы, мудрые люди, говорят, сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить. Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Но никогда Россия не сядет с ним за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины. Недопущение вступления в НАТО Украины. И прекращение силовых действий против Донецка и Луганска.